Его имя тесно связано с историей художественно-графического факультета с недавнего времени Института культуры и искусств КЧГУ. Одному из первых выпускников вуза, прославленному преподавателю, заслуженному художнику Карачева-Черкесии Магомеду Бастанову, исполнилось 80 лет. С юбиляром встретилась Шерифат Лепшокова. Фигура на фоне интерьера. Не один десяток раз Магомед Сусранович показывал студентам эту технику изображения. Но каждый год появляется новый курс, и опять все для преподавателя начинается сначала. Как на чистый холст наносится штрих карандаша, так и наполняются красотой души этих ребят. «Знаний одной лишь техники недостаточно», — говорит Магомед Бастанов. «В работах художника должны быть его мысли, переживания, нужно тонко чувствовать предмет изображения. В особенности так любимый мастером пейзаж. Осенняя природа с ее богатством красок — это то, что невозможно не любить», — говорит Магомед Бастанов. Многие в этом времени года замечают угасание. Для меня же в осени видится спокойная величавая красота. В работах художника — окрестности Петербурга с его имперской архитектурой, тихие реки Подмосковья, пейзажи Дамбаи, любимые Тиберды, Махара. И сегодня он по-прежнему ходит на этюды, забирается в горы, присягивающие вечно красотой и тишиной. Когда я ухожу, поднимаюсь выше, меньше суеты, меньше шума, меньше разговора. Как бы ты чувствуешь себя наедине с природой? Как бы диалог окружающей природы и со мной происходит. Мысленно. Я не говорю о том громко, но я же чувствую себя хорошо. Потому что пейзаж всегда вдохновлял не только художников. Ну, туристы приезжают. Зачем они приезжают? Ни к чем-то привлекает природа. Природа всегда хорошая. Но надо еще в этой природе найти что-то свое, близкое к тебе, к своей душе. Вот по таким горным пейзажам тосковал мастер в Средней Азии. Мечтал вырасти и увидеть родные горы. Он увидит их в 57-м, и они его уже не отпустят. В депортации в первом классе он нашел единственный карандаш и мучительно захотел рисовать. Затем появились еще три цветных, и радость была безмерна. Когда делал домашнее задание, первым было готово, конечно, рисование. Дома считали увлечение живописью баловством, но не запрещали. Природный дар мальчика заметили учителя, а по возвращении эректор вуза в Карачаевске. Открывался новый художественно-графический факультет, и он, будущий студент, сам готовил помещения к учебному году, помогал убирать, красить стены, а спустя более чем полвека на них будут висеть картины мастера. В них легко считается его любовь к жизни, природе, людям. В любом пейзаже можно находить что-то интересное. Надо только поискать, изучать, думать. Вот чем привлекает, допустим, камень какой-то и жить. Что за камень? Ну, ты думаешь, когда упал этот камень сюда, сотни лет тому назад, со скалы сорвался, как он детей сюда, кто-то сидел на этом камне, кто-то обедал, кто-то любовался. За камень. Камень бывают разные люди. Как люди, камень разные, деревья разные. У каждого пейзажа свой кусочек поэзии. В каждом уголке пейзажа есть. Но эту пейзажу надо передавать. Магомеду Востанову 80. Он окружен учениками, любящей семьей, коллегами, почитателями его таланта. Но главное с ним по-прежнему – кисти и краски. Будет лето, а значит, он опять пойдет на этюды. Шереват Лепшокова, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.